Так, доброго времени суток. Привет, команда. Очередную планерочку записываю. Как я уже раньше говорила, не могу я проводить планерочки вживую, потому что не позволяет мне интернет. Поэтому так выходим из положения. Начало нового года. Начался 2017 год. Я не буду сейчас поздравлять, выставлять какие-то поздравлялочки. Уже говорено-переговорено. Девчонки, вы до такой степени молодцы, что просто у меня слов нет. Я не смогу лучше, наверное, сказать, чем, допустим, сказали девчонки. Очень много было роликов поздравительных. Я от Иры Шукшиной, от Кати Найферта, от Даши Коровиной. Аня Шайдулина выставляла ролик. Я их все сбрасывала в чат. И хотите, я вам еще их найду и сброшу. Каждому в личку не проблема. Просто до такой степени был у нас напряженный, но очень радостный и позитивный 17-й каталог. Я в прошлом году работала, я такого не помню. В прошлом году как-то было, ну, по крайней мере, в нашей команде такого не было. Не было такого ажиотажа, не было такого позитива, не было таких вот эмоций. Просто эмоции зашкаливали. Просто заходишь в чат, да, и там уже все, там все кричат. Смайликов, наверное, даже тех стикеров, которые там есть, там не хватает в Телеграм. Их просто не хватает. Надо еще какие-то, наверное, придумывать. Причем обратили внимание, что такое ощущение, что Телеграм создавался специально для Реклеем, потому что там столько стикеров с Реклеем, я не знаю. Может быть, кто-то этим занимается, пишет эти программы. Но до такой степени интересно. Вот именно для нас все. Только работайте. Девчонки, я очень рада, что у меня такая классная команда. Вы замечательно закончили год, то есть вы превзошли сами себя. Причем вы уже поняли, что это реально все. То есть никто вас не заставлял, никто вас не пинал, потому что мы все работаем далеко друг от друга. У нас нет такого, что вот ты не сделаешь там заказ, я тебе там, допустим, премию лишу. Нет. Каждый сам себе решил, что надо так делать. Каждый. Наша команда отличается от других тем, что у нас нет проблем с ЛТО. То есть все, кто приходит, и хочет работать у нас. Мы все как-то так вот, все девчонки, они все делают мальчишки. ЛТО у нас вообще не проблема. То есть для многих команд не проблема, это рекрутинг. А ЛТО это проблема, личный товарооборот. В нашей команде такого нет. У нас наоборот. Наша команда этим отличается, что у нас очень высокий средний показатель по личному товарообороту. И это очень здорово. Это просто отлично. То есть, представляете, это часть дела уже решена. Часть. Одна треть. Потому что наш бизнес, как вы уже знаете, состоит из трех составляющих. Вот. Личный товарооборот, обучение и рекрутирование. То есть я плавно тут перешла. Значит, хотела что сказать, девчонки. Ладно, продолжу, не буду уже сбиваться. Мы одну проблему решили. То есть для многих людей вот эта проблема, где взять денег, чтобы сделать личный товарооборот. Для нас это вообще не проблема. Тем более, что у нас очень большой показатель, очень большой процент членов команды, да, девчонок делают именно, покупают велнес. А велнес это и баллы большие, это здоровье, это качество жизни другое совершенно. Витамины без витаминов, потому что никуда нам. Вот. Но обучение. С обучением я не знаю, если честно, как обстоят дела, потому что у нас нигде ничего не отмечается. Я сама присутствую на вебинарах, на тех, которые мне нужны, да, вебинары. Вот. Сбрасываю то, что нужно в личку. У меня специальная группа есть ВКонтакте. Пожалуйста, заходите в эту группу. Там я туда принимаю всех, кто делает личный товарооборот и работает. Всех из своей команды. Но там нету, допустим, Тани Лукьяновой там нет, надо с Таней сделать срочно страничку ВКонтакте и туда добавиться. Потому что там полностью собраны записи всех вебинаров, все-все-все, что нужно, очень много полезной информации. Чтобы, допустим, я не всегда бываю в интернете, потому что я в WhatsApp, на связи всегда. Вот. А в интернете вот именно там, в Telegram у меня только на компьютер установлен. Вот в WhatsApp, пожалуйста, пишите мне, устанавливайте себе WhatsApp. Там я на связи практически круглосуточно. Вот. Во всех остальных соцсетях я периодически, поэтому я не смогу иногда вам помочь. Вот в Telegram можете написать, допустим, я вижу, что пишут, да, а меня, например, там нет. Поэтому, поэтому WhatsApp. А вот эта группа, там собрана вся-вся-вся, там куча информации, каждый день она пополняется. И поэтому это очень хороший такой помощник. Надо какой-то вопрос решить, зашли, посмотрели. Но если уже там не нашли, то, конечно, тогда. Так, что еще хотела сказать? Значит, планерочка такая у нас сегодня будет. Это просто я хочу с вами поговорить вам, кое-что тут донести до вас, настроить вас на работу в новом году. Жду от вас обратной связи в личку. Вот. Я вам всем видео сброшу, сброшу в чат и сброшу в личку видео, кому нужно. Жду обязательно от вас обратной связи. Ваши мысли, ваши эмоции, ваши предложения какие-то новые. Значит, отдельно хочу сказать об общаемся в чатах, да. Постоянно об этом говорю. И пока не очень, не очень это все у вас правильно происходит. Вы поймите, что мы не видим, читаете вы информацию в чатах или нет. Информация в чатах кидается для того, чтобы вы все ее читали и реагировали. Но вы реагируете хотя бы смайликами. Вы зайдите, посмотрите в чат по Wellness, где заказики выставляют в Телеграм. Зайдите туда, посмотрите в этом чате. Вы видите, как там эмоции. То есть выставил человек заказ и все пошли смайликами. Здорово, классно, супер. Вы можете вот так же реагировать на то, которую информацию мы даем. Сколько я в последнее время информации кидаю в наш чат. ПГ1 Ирины Шукшиной. Я вообще не вижу откликов там. Вообще откликов нет. Вы вообще читаете там? Вы туда ходите? Так вы хотя бы мне, я кинула какую-то информацию, какой-то вебинар. Вы мне хотя бы смайликами киньте, что да, я вижу. Да, здорово. Да, смотрела. Да, все поняла. И так далее, и так далее. Хотя бы. Вы реагируйте, пожалуйста. Потому что получается, что я... Это чат-диалог. Ирина, когда Ирина на 18%, у нее еще две веточки. Там в основном в чате кидаю информацию я. Хотя туда должны уже помогать мне кидать информацию и менеджеры. Все, кто выходит на 9%, пожалуйста, если вы на 6% и вы можете что-то туда кинуть, ради бога, какая-то информация нужная. Какую-то книжку вы нашли, какой-то вебинар вы посмотрели интересный. Киньте туда, пусть люди тоже смотрят, пусть люди тоже обучаются, реагируют. Будет видно, что вы тоже, вы развиваетесь. Вы лично снарастете. Пока я этого не вижу. Пока в чат кидаю информацию только я. Но мне хотя бы, как минимум, мне нужно видеть от вас обратную связь. Что я туда информацию кинула, и вы, допустим, ее прочитали, и вы на нее как-то отреагировали. Понимаете? Нет общения в чатах, нет, вы не в бизнесе. Если вы не общаетесь в чатах, то вы не в бизнесе. Понимаете? А потом просто кто-нибудь пишет мне, не выходит на связь неделю-две, потом раз, вопрос какой-то. Проснул. Оказывается, человек работает, а мы не знаем, что человек работает. Поймите, у нас бизнес командный. Не нужно там... Мы вообще в чатах, вот если вы обратили внимание, да мы общаемся там на разные темы. Есть разные чаты, мы общаемся на разные темы. И на личные темы какие-то, на любые темы. Но если вы человек закрытый, если вы не можете в чатах общаться на какую-то тему более личную такую, только по работе, или просто у вас нет времени. Но вы же заходите, читаете информацию. И чтобы мы видели, что мы не зря этим делом занимаемся, что мы информацию читаем, ну что мы даем информацию, и она усваивается, и она полезна. И вы пользуетесь этой информацией, вы смотрите эти вебинары. Вы хотя бы давайте обратную связь, что да, хотя бы как минимум стикер какой-то, смайлик поставьте. То есть об этом я постоянно говорю, и я жду от вас. Сейчас у нас есть чат по рекрутингу, по обучению. Катя Наифер туда всех добавляет. Мы там заявки заполняли. Я очень рада, что с моей командой тоже там девчонок много. Света Комарова, Таня Лукьянова, Люда Наумова. Так, кто еще там у нас? Настя Шевченко еще не дошла. Не дошла еще. Девчонки, смотрите. Отчеты пока пишет, только Люда Наумова постоянно. Ну, вчера Таня Лукьянова написала. Молодец, Света Комарова. Молодцы, девчонки, включайтесь. Вижу, что вы включаетесь. Вижу, вижу. Ну, надо, это часть работы, но никак без этого. Понимаете, когда вы будете директорами, вы будете уже свои условия устанавливать. Может быть, вам это не надо. Вот вы сейчас учитесь, да, вы приобретаете такой определенный опыт. Когда у вас будут свои команды, когда вы будете уже на каких-то высоких уровнях, вы сделаете свои чаты. Вы будете команду обучать так, как нужно вам. Но пока вам нужно научиться самим. А вы никогда не научитесь, если вы не будете общаться в чатах. Понимаете, это необходимо. Это новый метод работы, и мы должны учиться ему. И все директора, они все учатся. То есть нет такого, что я научился, пошел работать. Потому что мы работаем в интернете. У нас постоянно что-то новое. Постоянно что-то новое. Так, про чаты я сказала. Хочу сказать, вот очень много информации сейчас, очень много вебинарчиков таких идет по психологии, как себя там материровать, там туда-сюда, про своих тараканов. Все говорят, узнаете. Из собственного опыта хочу сказать, что у каждого куча тараканов. Мы, наверное, этим и отличаемся. Количеством тараканов в голове, какой породы у кого тараканы в голове. Я вот лично для себя такой вывод сделала, что не надо никуда своих тараканов выгонять. Не надо. Он один уйдет, приведет с собой 10. Ни в коем случае. То есть нужно как-то со своими тараканами жить. Выгоним все, и получится, что мы все одинаковые. Мы же все личности, мы все люди, мы отличаемся друг от друга. Поэтому вот эти все наши тараканы, это все, знаете, это... Если вы хотите строить бизнес, то мы про это даже говорить не должны. То есть это даже не обсуждается. Все наши тараканы, мы их дрессируем, садим, занимаем их работой, чтобы они нам не мешали, и мы идем работать дальше. Есть новый метод работы. Я вот сейчас вам всем кидала, смотрите вы или нет. Ану Шапира. Мне очень нравится, как она работает. Просто вот личный бренд ее развивает. Конечно, да, конечно, она сейчас уже Сапфировый директор. Конечно, вы все можете сказать, что ей уже круто, ей уже легко. Но я пока на 9% была, когда вы пришли. Сейчас я на 12%. Вы видите, как я личный бренд развиваю? Я об этом тоже постоянно говорю, но личного бренда я ни от кого пока не вижу. Из своей команды, вот из своей команды, ни у кого личный бренд пока вообще не развивается. Вообще никак. Вы поймите, что вы уже и так потеряли много времени. Вы пришли в каталог, вы пришли в команду, вы должны вот сразу, я даю своим, личный бренд. Я говорю на каждой планерке. Личный бренд, личный бренд, личный бренд. Причем вот эта Аня Шапира, она рассказывает о том, как развивать личный бренд с нуля. То есть у тебя 0%, ты пришел. Тебе уже сделали поздравлялки люди. Я потом отдельно хочу записать прям такое вот видео про развитие личного бренда. Я постоянно вам рассказываю, капаю каждому на мозги. Личный бренд, личный бренд. Вот смотрите, мы сейчас учимся работать с теплым кругом, с даже теплыми контактами. Вот вы, допустим, пришли в проект, вы рассказываете людям, то есть вы их не приглашаете. Вы своим теплым контактом рассказываете о том, что вы работаете. Естественно, им это очень интересно, они приходят к вам на страничку. А у вас на страничке нету, что вы работаете, у вас ничего там нет. Человек зашел один раз, второй раз зашел, посмотрел, да какая работа. Нет, ничего, он не работает. Он что-то гонит там, он что-то нам там заливает в уши. Не видно, что он работает, не видно, что он растет, что он процветает. Не видно мысли этого человека, не видно, как вы меняетесь, как вы становитесь увереннее в себе. Ничего этого не видно. Личный бренд развивается с самого первого шага в проекте. Вот только вы пришли, вы сразу начинаете так же точно будете своих партнеров учить. С самого первого шага, только вы пришли, вы развиваете личный бренд. Вы просто пишете, что у меня новая работа, это круто, это интересно, мне нравится. я учусь ставите какую-то свою фотографию все первый пост вас поздравляют я делаю всем поздравлялки пожалуйста берите мою поздравлялasi копируйте мои слова не делитесь перепосты ни в коем случае не делайте вы сделаете перепосты ради бога конечно в принципе как хотите но это просто мой совет не делаете перепосты скопируете то что я написала мою поздравлялку вам скопируйте и и ставьте себе будь то это ваши слова, добавьте что-то от себя и поставьте эту же фотографию, будь то бы это вот вы сами себе сделали поздравлялку такую, или напишите вот меня там коллеги поздравляют понимаете, не копируйте, если вы сделаете перепост, это не ваша мысль будет, все люди которые прочитают этот перепост которые увидят ваши друзья на вашей страничке они пойдут ко мне, они зайдут на страничку ко мне, а у меня на страничке я очень даже подробно рассказываю о том, как я живу и что я делаю понимаете в чем дело то есть я могу я могу ваши перепосты делать потому что я вы все в моей команде, мне выгодно я сделаю перепост ваш, люди посмотрят пойдут к вам, зарегистрируются к вам а вам не выгодно делать, постить меня, совершенно не выгодно, я всем кто в моей команде разрешаю, пожалуйста копируйте то, что я пишу, ставьте свои фотографии ставьте свои картинки, я всем кто в моей команде разрешаю, если кто-то с другой команды будет, конечно, я наверное обижусь смотря что копировать я не работаю на широкую публику, это мои мысли я пишу сама от себя. Я все это ищу, я эти тексты сама компоную, я все это делаю от души. Поэтому мне, наверное, не очень приятно будет, когда кто-то будет брать это. Но моя команда, пожалуйста, я разрешаю, берите. Вчера вот Люда выставила постик мальчика, сынулька у нее с витаминками. Все. Это интересно. Минимум один пост в день. Начинаем личные странички вот сегодняшнего дня переводить. Начало нового года, начало новой работы, начало новых эмоций. Я почему-то так уверена, что 17-й год, то есть он вообще какой-то такой крутой-крутой, он очень классно начался, он очень... 16-й год классно закончился и начался очень круто 17-й год. Поэтому я уверена, что 17-й год у нас будет просто годом успеха. Все, кто сейчас в команде на 3-6%, все, кто в данный момент уже в команде, к концу 17-го года мы закрываем все директоров. Ну, как минимум открываем. Вот, как минимум открываем. То есть это даже не обсуждается. Сейчас 17-й, первый каталог у нас 4 недели идет. Очень удобно в том плане, что допустим, уже многие сделали заказики, независимо от того, что ну, как бы потратили деньги, люди все, все равно у каждого уже сформировались потребности, мы заказики уже делаем ну, в основном хорошие все, да. 4 недели каталог нужно обязательно рекрутировать. Я как уже, как я уже говорила, что перескакиваю с одного на другое, потому что хочу сказать многое, вот не могу собрать мысли никак. Получается, что заказы-то мы делаем, учиться-то мы учимся, да. Ну, учимся, не учимся, ну, наверное, учимся, потому что я вижу, что вы работаете, вы вопросы задаете. Самое главное в нашей работе – это рекрутирование. Обязательно нужно как минимум 5 человек приводить в каталог, потому что статистика, не то, что вы приведете 5, и все 5 станут вашими активными партнерами. Статистика, она совершенно другая. Вот, по статистике получается, что из 5 1 может быть партнером. Из 5 1, а то и нет, а то и вообще 5 пустую. Как можно больше нужно людей рекрутировать. Для этого нужно много приглашать. Но это отдельные вебинары есть, я на эту тему говорить не буду. Просто я говорю, что, смотрите, если мы просто делаем ЛТО и учимся, наш бизнес развиваться не будет, мы стоим на месте. Понимаете? А стоять на месте – это нестабильность. Стабильность – это когда есть хоть маленький, хоть крохотный, но рост. Понимаете? По низкой-низкой наклонной, но рост – вот это стабильность. Когда человек стоит ровно на месте, сидит ровно на попе – это не рост. Это, скорее всего, скоро будет кризис. Вот. Чтобы нам не упасть, и чтобы нам расти, нам нужно приводить новых партнеров. То есть на этом основан наш бизнес. То есть три составляющих нашего бизнеса. Как рекрутировать, где рекрутировать. Куча вебинаров, пожалуйста. Я вот, допустим, сейчас в последнее время стала работать каким методом. Я просто открываю одноклассники, любой там город, какой, допустим, нужно. Ну, любой, какой хотите. Я просто выбираю пять человек, пять девчонок каких-то таких, ну, симпатичных. Смотрю и просто пишу. Я даже в друзьях не добавляю. Я просто им пишу. Потому что у каждого человека, вот, например, у меня есть… Я очень многим занимаюсь, я очень многим интересуюсь. И мне есть с каждым человеком, за что зацепиться. Зашла к одной женщине, посмотрела, там у нее, например, красивые цветы на там саду, вся в цветах сидит. Я ей написала, что вот, здорово, классно, посмотрите, у меня, у меня тоже там был сад, у меня есть огород, все, я там ты-ты-ты. Сейчас уже, правда, вот, понимаете, то есть у другой там, например, какие-то поделки обалденные. Я тоже люблю все делать руками. Напишите, похвалите человека, скажи, вот, классно, как ты здорово вот это все делаешь. То есть вот другой человек, что-то там у нее… А, портреты она красиво рисует карандашом. Ну, то есть вот с каждым человеком можно за что-то зацепиться. Не спамьте, пишите сообщения короткие, но от себя. Все. Вот я первый раз написала, из пяти человек все пять ко мне друзья добавились, ответили четверо. Одна заинтересовалась работой. Вчера я написала десяти, но вчера был рабочий день, понедельник я писала, сегодня что, запуталась я уже, короче, позавчера. Я писала десяти, понедельник я, короче, писала десяти людям, вот, из них ответили немногие, потому что, видимо, работа. Вот, ну, выходной ответили, вот, именно люди. Люди откликаются, и таким образом, когда вы пишете, во-первых, вы не спамите. В таком случае вам достаточно иметь несколько страниц в одноклассниках, из каждой странички каждый день писать десять сообщений, вот таких позитивных, красивых, начинать общение с людьми. Об этом очень хорошо Анна Шапир рассказывает, очень хорошо рассказывает. Помимо этого, конечно, нужно еще людей добавлять. Не можете так писать, тогда рекрутируйте, тогда отправляйте как можно больше, больше сообщений. Это необходимо. Если вы день не поработали, считайте, что все, вы выпали из бизнеса, вам надо начинать все заново. Очень хороший метод еще сейчас, вот, пишем комментарии под фото. То есть, вот, допустим, выставили, друг другу пишем именно, можно даже себе писать. Вот вы выставили какой-то постик, да, вот там что-то смотрите, классы поставили, проходит день-два, и вот у вас на эту же тему там, например, вот Люда выставила на умово фото сынулькой своим, с витаминками он стоит. Проходит день-два, ну напиши что-нибудь, что вот сегодня витаминки выпили, нам там, ну что-то произошло там, например, сами выпили, или забыли выпить там, или еще что-то, или там сын сам попросил. Ну придумайте что-то. У вас же, вы же живете, вы же не просто там проснулись и уснули. У вас же от того момента, как вы проснулись, и как вы легли спать, у вас же в жизни что-то произошло. Вы можете именно вот под этим же постиком написать просто обсуждение, написать себе комментарий, в комментариях написать себе, самой комментарий, какие-то свои мысли. Этот комментарий, этот пост снова всплывет у всех ваших друзей, опять они его увидят. Понимаете, в чем дело? Развивайте свои каналы YouTube, ну это личный бренд, конечно, я постоянно об этом говорю, я прямо вот все время на него скатываюсь, на этот личный бренд. Так, что еще хочу? Пока про канал не буду говорить. Сразу, знаете, вот вы пришли в команду, да, вы сразу же, пожалуйста, меняйте свое мышление. Если вы не поменяете свои мысли в голове, ничего не получится. То есть мы не ходим вокруг да около, я говорю сразу, поменяйте свои мысли в голове. Вы пришли в проект, у вас классные возможности, у вас шанс. Да, вы еще всего не знаете, но вы же учитесь, вам это интересно. Никогда не говорите слово плохо, не надо его говорить. Как вы мыслите, так оно все и происходит. У меня были моменты в жизни, я, может, когда-то об этом расскажу. У меня были в жизни моменты, когда именно вот как бы на вот этом аутотренинге, на нас личном самовнушении я вылезла. И сама себя, как Мюнхгаузен из болота за волосы вытаскивал, так и я себя вытащила. Думайте, что все позитивно, что у вас все классно, у вас все супер. Оно так и будет, понимаете? Как вы себе будете думать, так оно и будет. Знаете, вот есть интересная картинка в интернете. Мужик едет в автобусе, значит, и у него за спиной висит ангел. И у ангела блокнотик, ручка он записывает. А мужик такой стоит, и жена сволочь, дети там двоечники, начальник там вообще пипец, что творит там ангел. Надо же говорить, каждый день одно и то же. Но придется выполнять. То есть о чем мы думаем, то наши мысли уходят во Вселенную. Вселенная все это воплощает в жизнь. Если вы думаете, что у вас все плохо, у вас все будет плохо, еще будет и хуже. Поэтому надо менять свое сознание, свои мысли. Очень интересная сейчас вещь идет. У нас Катя Найферт, наша вышла на 22%, она теперь директор. Следовательно, теперь у нас, скорее всего, Даши коровиной планерок у нас не будет. Потому что Даша ведет планерки, каждый директор ведет планерки для своей команды. Как только веточка выходит на 22%, все, она отдельная. Эта веточка работает теперь автономно. То есть это уже хорошая, выращенная, законченная группа. Поэтому у нас сейчас ведет планерки Катя Найферт. Я предлагаю всем менеджерам, кто выходит на 9%, вести планерки самим. Света Комарова, пожалуйста, если ты не можешь вести планерку, например, вживую, пожалуйста, можно так же записывать, как я, учись записывать. Ничего страшного в этом нет. Все равно это нужно будет делать. Чем раньше вы начнете, тем будет лучше. 6%, учитесь 6%. Таня Лукьянова, ты тоже можешь уже нам что-то провести, что-то сказать. У Даши Коровиной есть список такой. Мы сами сейчас ведем планерки. Есть темы определенные. Напишите Кате, напишите Даше. Там есть определенные темы, на какие можно что-то рассказать. Если вы хотите на какую-то свою тему рассказать, что-то психология, что-то еще, что-то интересное, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь. Это все классно, это все приветствуется. Инициатива здесь не наказуема, инициатива здесь приветствуется. Напишите им, они вам скажут, в какой день что где сделать. Если вы хотите провести планерку, например, есть у вас такое желание на какую-то определенную тему, личное 150 баллов, как вы делаете, или как вы там рекрутируете, или как еще что-то. Посмотрите на эту тему планерочки других лидеров, других спикеров. Посмотрите, сделайте себе подобные слайди, только свои. Сами себе слайдики сделайте, вот эти вот. И когда уже у вас слайдики будут готовы, пишите Кате, пишите Даше. Лучше Кате, конечно, Катя сейчас наш директор. Пишите Кате, она будет вам, расскажет, как все можно сделать, как можно будет провести вебинар. Понимаете, как это все можно сделать будет. То есть все это нужно делать. Чем раньше вы это начнете делать, тем вы станете увереннее в себе, тем быстрее вы начнете расти. Это позиция лидера, не нужно спрятаться за спины других людей, нужно проводить планерки, нужно рассказывать людям о своей жизни, о том, как вы живете, а потом вы эту планерочку возьмете в личку, покидаете своим подругам, а подруги посмотрят, скажут, ничего себе, какая она крутая, она уже, о, где она уже проводит планерки, все, это ваш личный бренд, это ваша личная уже, вот, смотрите, я вот, допустим, написала, постики выставляются, вот, я сняла постик там, например, про свое хобби, как я люблю раскрашивать, что-то еще где-то, вы знаете, сколько мне звонят и спрашивают, меня кто-то, я даже сама не подозревала, что эти люди за мной наблюдают, то есть они у меня есть в друзьях, но они не светятся, я особо раньше не смотрела, кто ко мне в друзья заходит, ну, заходит кто-то и заходит, встречаюсь с человеком, она говорит, ой, а что ты там про книгу писала, ой, а что ты, ты вот правда там рисуешь, они наблюдают, и когда людям начинаешь говорить, они говорят, да, мы это видели, да, мы это смотрели, да, мы это слышали, люди живут моей жизнью, а мне это и нужно, потому что я их приглашаю в бизнес, они должны видеть, чем занимаюсь я, если им будет интересна моя жизнь, они придут ко мне. Сейчас у нас начинается Академия лидерства Тани Новиковой, Даша Коровина туда вот меня уже добавила сегодня в этот чат, я не знаю там какие условия Академия лидерства, там, по-моему, тоже 150 баллов, а, 9%, 150 баллов личный товарооборот, не меньше 150 баллов и 9%, то есть, например, Света Комарова вполне уже может туда отступать, в эту Академию лидерства, если тебя не добавила Даша, то ты ей напиши, она тебя добавит, или Кате напиши. В этом каталоге, кто первый, второй каталог, кто выходит на 9%, я думаю, что вы, наверное, тоже можете присоединиться. Ведет Таня Новикова, наш сапфировый директор. Это обучающие тренинги такие с заданиями очень интересными о том, как развивать себе лидеры, потому что лидерами не рождаются, лидерами становятся. Я бы раньше тоже никогда не могла подумать, что я когда-то буду вот так вот перед вами выступать, без проблем вам все рассказывать. У меня всегда была куча мыслей в голове, всегда было, но не, понимаете, вот когда твое личное окружение, они не всегда это понимают, потому что все равно каждый человек друг от друга отличается, даже если есть какая-то компания, даже если есть какие-то друзья, подруги, у каждого свое. И когда мы встречаемся со своими друзьями, родными, мы разговариваем на общие для нас темы, которые интересны нам, а тема, которая интересна лично вам, где вы можете о ней рассказать, кому вы можете о ней рассказать. Это нужно было, нужно, чтобы суперподруга была, которая будет вот это слушать вас и с кем вы можете на эту тему поговорить. Почему я здесь, почему мне нравится в этом проекте? Потому что здесь у меня куча единомышленников, потому что здесь я рассказываю о том, что интересно мне и людям интересно тоже это. Понимаете, потому что здесь люди, которые умеют слушать, слышать, которые могут тебе что-то подсказать, которые могут пообщаться с тобой именно на интересующую тебя тему. Поэтому рассказывайте о том, что вам интересно, рассказывайте, просите, сделайте слайдики о своей личной жизни, расскажите. Ну и что, что вы на 6% или на 3%, неважно, расскажите о своей личной жизни, расскажите, расскажите о своих планах на будущее. Это круто, это супер. И вот поверьте, вы просто внутренне будете меняться. С каждым вот таким вот шагом вы будете меняться. Вы будете становиться увереннее в себе. И все постики, все ваши переписки с кандидатами, даже на холодном рынке, они будут уже более уверенными. Даже вы будете писать одно и то же слово, но с каким настроением вы его напишите, на том конце экрана интернета, тот человек, которому вы будете это писать, он это почувствует. Как вы это написали? Неуверенно. Или вы написали это уверенно, с чувством собственного достоинства, с короной на голове. Это много значит. Сейчас у нас появились девочки новые фоны. У нас теперь команда называется экспресс-команда. Катя сделала новые фоны, новая у нас эмблемка. Тоже я все это кидала в чаты. Это делается для чего? Это вот вы когда будете поздравлялки делать, собственно, или, например, вы будете делать слайдики какие-то для вебинаров, то, пожалуйста, простите, мы вам кинем. Вообще они в чатах есть. Может, кто-то копируете себе эти фоны, и на них уже будете делать свои слайдики. Так, ну что еще вам такое сказать? Так, сейчас я посмотрю, что я хотела. Так, вот еще девочки. Опять я вам рассказываю об акции. Акция наша продолжается. 17-й каталог был у нас, как обычно была акция, хоть он и шел в 4 недели, но там было, как обычно, в первом каталоге, на первой неделе мы делали заказ, на второй оплачивали и так далее. Сейчас у нас идет акция какая? У нас заказ сейчас, так как были праздники, были грандиозные праздники, мы очень много денег потратили на подарки. Поэтому сейчас у нас все лояльно. Нам сейчас разрешено делать заказ от 150 баллов в течение двух недель. То есть мы можем заказ делать включительно по 15 января. Первая, вторая неделя. То есть еще вот до конца этой недели мы можем делать заказики. Оплачивать до 22-го включительно. И только потом уже будет розыгрыш. Ну, а дальше все как обычно. Все, кто участвовал, все знают. Вот слайдики вот такие, если хотите, я вам покидаю в чат, но мы вообще кидали. Также точно один приз 5000, два приза 3000, три приза по 2000, 19 призов по 1000. Причем наши девчонки выигрывают именно с нашей командой. В прошлом, в 17 каталоге у нас выиграли Анжелика Грачева и Ирина Сеухина, по-моему. Две девчонки у нас выиграли. Хотя, по-моему, да, по-моему, вот Ира и Анжела. И поэтому участвуем, принимаем участие в этих розыгрышах. Это наши директора, они просто сбрасываются, чтобы нам было интересно, чтобы нас как бы мотивировать. И причем это же все в самом деле, это не какой-то там обман. Поэтому вот так вот у нас немножко изменились условия, что в этом каталоге можно делать именно до конца второй недели включительно. Так, дальше, смотрите. Ну, это я уже сказала, 25 победителей будет. Это я уже сказала. Что нужно делать? Будь активен с первой и второй недели каталога номер один. Организуй свой личный товарооборот минимум на 150 баллов. Принимай участие в розыгрыше. То есть, ну, в принципе, ничего там такого новенького не произошло. Все то же самое. Акция продолжается до четвертого каталога. В каталоге 5 будет новый сюрприз. И еще для всех участников во всех каталогах, 16-17, в общем, все шесть каталогов, двойной шанс в каталоге номер 5. Помимо того, что будет новый сюрприз, плюс ко всему, все, кто участвует во всех шести каталогах, в пятом каталоге будет такой же розыгрыш. И это будет двойной, то есть каждый человек будет внесен два раза. Каждый номер консультанта, который принимает участие во всех шести, будет два раза разыгрываться. То есть, это будет двойная возможность что-то выиграть. Так, ну вот, в общем-то, я все сказала, что я хотела. Я жду от вас обратную связь. Кто хочет проводить вебинары, обязательно мне напишите. Я потому что писала, спрашивала, на какую тему вы хотите, чтобы я провела планерку. Потому что планерка начала года, поздравлений было куча. Заказы сделали все суперские, все просто, все молодцы. Поэтому я не хотела уже заново все это рассказывать. Тем более, что так классно девчонки поздравили, рассказали. Вот, я, в общем-то, сказала все, что хотела. Жду в обратной связи, жду. Пишите в личку, пишите под видео. Просматривайте. Сейчас скину видео, обработаю, скину в чат. Загружу на свой канал YouTube. Вот, и заходите на канал, там тоже очень много всего интересного. Вот, в общем, всем пока-пока. Удачи и удачного каталога номер один. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...